Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 марта, вот сегодня я шарюсь по огороде, проверяю все. И хочу сказать про лук под зиму, который я сеяла. Когда я поздно осенью сеяла лук под зиму, я сразу говорила, что он может погибнуть не только от замерзания, но и от весеннего подпревания. То есть, вот те утепляющие всякие элементы, вот что у меня видите, перцы наложены. Если их весной вовремя не снять, то там начнет вот это вот, ну понимаете, нет проветривания, начинает гниение. И могут вот эти молодые росточки, которые там у луковиц только что вылезли, ну неблагоприятно на них все это сказывается. Я вот пришла посмотреть свою грядку, боюсь, что тоже уже надо будет завтра приходить. Вы видите, что там вон еще сугробы, везде у нас еще сугробы. Ну тут я выбрала солнечное место такое, что круглый день тут солнце у них, у этого лука специально выбирала. И, наверное, скорее всего, пора уже убирать. Сейчас я проверю и скажу вам. Да, смотрите, если вот тот слой, который вы наклали для утепления, он уже у вас не примерзший, то его нужно срочно убирать. Я вот завтра приду, буду все соскряпывать. Во-первых, оно будет прогреваться, грунт, лук проснется, а во-вторых, не будет вот этого подпревания. У меня вот хорошо они, я специально ложила такие, как скелетные вот эти вот. А если сплошную, некоторые закрывают опилками или листвой, то может такой слой создаться, там, знаете, начнется гниение, как горячая грядка. И луковицы могут там испортиться. Еще одна работа подвалила. Лук счищать. И как только просохнет грунт, хотя бы на какое-то расстояние, нужно сразу порыхлить, чтобы не образовалась вот эта корочка, которая будет мешать луку пробиться наверх. Все. Вот теперь с луком первые работы. Это очистка от мульчи, вот от этого утепляющего слоя и рыхление.